Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом обложения страховыми взносами выплат, которые осуществляются в пользу изобретателей. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизиты которого вы видите. И в данном письме Минфин рассматривал ситуацию, когда изобретение создавалось в рамках трудовых отношений. Ну, иначе говоря, у данного изобретения был статус служебного. При этом выплаты осуществлялись уже после того, как у изобретателя прекратились трудовые отношения с работодателем. Соответственно, возник вопрос о том, облагать ли соответствующие выплаты страховыми взносами. Так вот, Минфин, рассмотрев данную ситуацию, указывает на то, что поскольку соответствующее изобретение создавалось в период наличия трудовых отношений, то необходимо рассматривать выплачиваемые суммы в связи с созданием данного служебного изобретения как суммы, которые выплачиваются в рамках трудовых отношений. Соответственно, соответствующие суммы подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. Следует заметить, что в письме рассматривалась и еще другая ситуация, когда вознаграждение уже выплачивалось не автору служебного изобретения, а его наследником, то есть автор служебного изобретения, умер. В данном случае Минфин уже приходит к противоположному выводу и указывает на то, что после смерти автора отсутствует застрахованное лицо, а значит отсутствует и основание для начисления страховых взносов. Соответственно, выплаты, которые осуществляются в адрес наследников изобретателя служебного изобретения, данные выплаты, они не подлежат обложению страховыми взносами. Таким образом, страхователям необходимо иметь в виду данное разъяснение в целях правильного определения своих обязательств по страховым взносам. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.